по возможностям, возможностям зелёных облигаций. Вчера мы много говорили о различных трудностях, которые нам нужно обязательно принимать во внимание. Мы говорили о переходном периоде, мы также говорили о картировании, о наших планах в будущее, мы также говорили о Европейской комиссии, о Еврокомиссии, о устойчивых финансах. Мы также слушали выступление губернатора из Лагоса. Сегодня у нас заполненная повестка дня. Мы начнём с того, что выводим на рынок рамочные программы, рамочные основы по инвестированию в сфере климатических изменений. Но прежде чем мы начнём, после этой сессии мы затем посмотрим на лидерство в переходный период, историю успеха регулирующих органов Юго-Восточной Азии. Затем с нами будет выступать лорд Адецена из председателя комиссии по обрезованию энергии. И последняя сессия будет посвящена перспективам перехода облигаций «Взгляд на рынок». То приложение, которым вы пользуетесь, очень много различной опцией. Пожалуйста, пользуйтесь опциями, которые позволяют вам задавать вопросы нашему круглому столу и нашим спикерам. Ещё пара моментов, на которые я хотела бы обратить ваше внимание. Если у вас есть вопросы, вы можете задать свой вопрос в приложении, и мы сможем ответить на ваши вопросы в процессе разговора. На ваши вопросы смогут ответить представители Амунзии, АИБА и мы. Эта сессия переводится на пять языков. Китайский, португальский, испанский, японский и русский языки. Вы можете выбрать язык в приложении. Эту сессию мы также записываем. И завтра эта сессия будет, возможно, для вас прослушать эту сессию снова на языке, который вы выберете. Опять же, приветствую вас в нашей сессии. И я хотела бы поговорить с двумя гостями, которые у нас сейчас в студии. Это президент Дженли Кун, президент и председатель Совета Азиатский банк инфраструктурной инвестиции, а также Ив Перье, генеральный директор Амунди. Я буду модератором этой сессии. У нас будут приветственные слова, затем мы перейдем к более формальному формату. Сегодня мы выпускаем на рынок презентацию рамочной программы по инвестированию в сфере климатических изменений. Это новый продукт, который составит CBI. И мы думаем, что это будет действовать в дальнейшем, в будущем. И это, конечно, большой рынок, рынок больше 100 триллионов долларов США. И мы хотим, чтобы люди продолжали инвестировать в этот проект. В настоящее время мы обсуждали рынок и как мы можем двигаться вперед как раз с этими аппликациями. И, конечно, рынки в долларах США и евро представляют три четвертых всех рынков. И мы хотим, чтобы у всех инвесторов был шанс принимать участие на этом рынке. И так удивительно, мы были рады, когда немецкое правительство выпустило эко-бонды. И они провели такой небольшой эксперимент как раз по поводу цен, по поводу эко-облигаций. Но вы можете сами прочитать отчеты. И очень удивительная эта история. И были встречи корпоративных организаций, и они двигались вперед. У нас есть различные аппликации в Бразилии и в других странах. Они отличаются. Есть тоже аппликации по использованию дохода, и есть аппликации в области экологии. И когда вы обещаете использовать деньги как раз для экологических целей, то это приносит пользу всем. И сегодня мы продолжаем диалог, который мы начали вчера. Итак, какие действия могут предприятия предпринять? Как они могут сделать все возможное, чтобы определить, в правильном ли направлении двигается компания? Итак, как же мы можем иметь доступ к финансам для того, чтобы улучшить ситуацию? Итак, сегодня у нас будет разговор с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. И спасибо большое, что вы присоединились к нам. Спасибо большое за ваше представление. Я очень рада, что вы пригласили меня на открытие рамочной программы CCIF. И цель банка как раз способствовать устойчивому развитию. И мы инвестируем в инфраструктуру. Устойчивое развитие как раз в основе нашего развития. И мы применяем как раз подход устойчивого развития. Смягчение последствий климатических изменений лежат в основе всего, что мы делаем. И изменение климата, цена изменений как раз пришла на 1,7 миллиона долларов США. И для нового банка, который начинает с нуля, конечно же, это говорит о нашем достаточно успешной работе. С тех пор мы присоединились к финансовой отчетности 2019 года, который мы открыли в августе 2020 года. Мы увеличиваем инвестиции в глобальную борьбу с климатическими изменениями. И к 2025 году мы надеемся достичь целей намеченных. Что я хотела бы добавить для наших инвесторов. Мы придерживаемся подхода ESG, что эко-социально-корботированное управление. И мы надеемся, что сегодня мы открываем два портфолио. Первое ESG портфолио. И другое портфолио. И фокус этого – это портфолио климатических облигаций. И это портфолио, которое было одобрено CBI. Господин Кинни, вы упомянули, что существует колоссальный потенциал. И климатические решения. И этот портфель, который сопровождает рамочную программу в верном направлении. Эта программа также нацелена на то, чтобы предоставляет показатели для инвесторов. Отвечая целям Парижского соглашения. Адаптация к изменению климата, смягчение последствий изменения климата. И также финансирование низкоуглеродной экономики. И увязывание финансовых потоков с путем к низкоуглеродной экономике. Большое спасибо, президент. Господин Перье. Что касается Амунзи, вы не могли бы сказать, как вам кажется, это поддерживает климатические акции? В первую очередь, я хотела бы поблагодарить всех спикеров за круглым столом. Господин президент Джин, я хотела бы поздравить вас с недавним переизбранием на поиск главы АБИ. Я уверена, что мы можем ожидать, что ваш второй срок будет столь же успешным, как и первый. Для Амунзи большая честь работать с таким молодым, но известным и амбициозным учреждением, как АБИ и господин Кидни. Спасибо, что пригласили меня сегодня поговорить о проекте, который очень близок к стратегическим амбициям Амунзи, как ответственного инвестора. Я хотела бы начать с того, что подчеркнуть статус зелёного финансирования финансовой системы. Вопрос уже не в том, должен ли финансовый сектор стать зелёным, а в том, как быстро мы сможем сделать его полностью зелёным. И как в космосе все звёзды сошлись, совершенно ясно, что наука нам понятна в этом, и реальное влияние экономики — только вопрос времени. Инвесторы всё больше осознают риски изменения климата. И политика также становится неотъемлемой частью, если взять в качестве примера недавнюю работу Еврокомиссии. С момента создания в 2010 году ответственное инвестирование стало одной из основ Амунзи. Мы убеждены, что управляющие активами играют определённую роль в финансировании перехода к низкоуглеродной экономике. Государственные органы играют решающую роль как напрямую, так и за счёт мобилизации капитала частного сектора. И мы считаем, что управляющие активами могут помочь государственным субъектам мобилизовать частных инвесторов и расширить границы устойчивого финансирования. Убирая компании-активы, которые соответствуют парижским климатическим целям, управляющие активами посылают компаниям сигналы, побождая их принять бизнес-модели в соответствии с парижским соглашением. В этом отношении крупные управляющие активами, такие как Амунзи, играют определённую роль в разработке инновационных и надёжных решений для инвестирования в климат. Амунзи – первый всемирный управляющий активами, который к 2021 году станет на 100% ориентированным на ECG. Это означает, что все наши активные инвестиции будут включать анализ критериев ECG в дополнение к тщательному финансовому анализу. Для нас очевидно, что устойчивое финансирование больше не является стратегией. Было бы неплохо. Для того, чтобы отвечать парижским соглашениям, нам нужно быть амбициозными. В Амунзи мы стремимся комплексно поддерживать наших клиентов. Сейчас у нас 19 миллиардов евро на решении в области изменения климата из более 300 миллиардов евро, находящихся в ответственных активах. Это включает в себя пассивные и активные стратегии для всех основных классов активов и географических регионов. Движущей силой является этого процесса инновациям. Мы гордимся участием в этой инициативе СОБИИ и полностью поддерживаем рамочную программу. Она готова к использованию всеми инвесторами для перевода своих портфелей на парижские методы. Парижская методология. Большое спасибо, господин Перье. Потрясающе! 19 миллиардов, это верно? А 19, я сказала, 19. Что касается капитальных активов, это потрясающее изменение за последние несколько лет. Это то, что дает нам надежду. Но, конечно, нам нужно идти дальше. Это причина, почему мы выпускаем рамочную программу. Вы всегда говорили с таким убеждением о том, что нужно перестроить всю систему и двигать ее в сторону как раз климатических изменений. И вызов состоит в том, как мы можем достичь цели в области климатических изменений. Как мы можем увеличить инвестирование для зеленого финансирования. И очень здорово сейчас, что, хотя бы подчеркнуть для наших слушателей, что главная идея, что мы даем определение, как зеленое финансирование относится к Парижскому соглашению. И главная основа сейчас делается как раз на периоде перехода. Итак, господин Пирьер, расскажите нам, пожалуйста, о том, как это будет работать. Более подробно, пожалуйста. Из опыта Амунди существует несколько трудностей для инвестирования в климат. И эти трудности только умножаются на развивающихся рынках. Инвесторы должны знать, какую информацию собирать, а имитенты должны знать, какие соответствующие данные раскрывать. Действительно, регулирующие органы и лица, определяющие политику, также должны сыграть свою роль в восстановлении передовой практики. Только тогда устойчивое финансирование сможет реализовать свой истинный потенциал по привлечению капитала институционных инвесторов для борьбы с изменением климата. Все это определяет, будет ли частный капитал перетекать в активы в соответствии с целями глобального изменения климата или нет. В свете этих проблем рамочная основа является инструментом, помогающим всем сторонам – инвесторам, имитентам, регулирующим органам. Его цель – дать возможность инвесторам, имитентам, регулирующим органам увидеть полную картину климатических инвестиций. Это то, что мы называем целостным подходом. Он переводит три цели Парижского соглашения в реальные инвестиционные показатели для принятия инвестиционных решений. Каждая цель Парижского соглашения сначала была преобразована в конкретный инвестиционный риск и возможность для инвесторов. Хорошо известно, что смягчение последствий изменения климата и адаптация представляет собой как переходный период, так и физический риск для инвестиций. По сути, третья цель Парижского соглашения гласит согласовать финансовые потоки с путем к низкоглеродной экономике. Это означает рост инвестиционных возможностей, связанных с климатическими технологиями, такими как возобновляемые источники энергии или энергоэффективность. Следующим шагом было определение наиболее подходящих инвестиционных показателей, отражающих эти инвестиционные риски и возможности. Например, траектория выбросов углерода компании является хорошо зарекомендованным себя показателем передовой практики для инвесторов, которые хотят проанализировать свою подверженность риску перехода. Что касается физического риска, мы знаем, что инвесторам необходимо определить физическое расположение активов компании и определить их подверженность угрозам изменения климата, таки как наводнения, временные периоды высокой температуры воздуха и так далее. Наконец, для инвестирования в технологии, адаптированные к изменению климата, инвесторы должны определить, какой процент экологической выручки имеет эмитент. На основе этих инвестиционных показателей рамочная основа дает рейтинг инвестиционным эмитентам и определяет то, что мы называем чемпионами по климату. Эмитенты делятся на три категории – эмитенты А списка, эмитенты Б списка и нелегальные эмитенты. Эмитенты А списка высоко оцениваются в трех основных областях программы. Это компании, которые лучше всего подготовлены к преодолению физических рисков и рисков перехода, связанных с изменением климата, и которые находятся на пути и перевода капитала для финансирования низкоуглеродной экономики. Эмитенты Б списка получают умеренно высокие оценки. Несмотря на то, что они не уходят в список А, структура определяет, что эти эмитенты находятся на пути к включению в список А, исходя из траектории их деловой активности. Наконец, третья категория эмитентов, которые не имеют права на инвестиции, о чем свидетельствует низкий балл показателям. Я хотела бы подчеркнуть, что весь смысл рамочной основы не в том, чтобы указывать пальцем на кого-то конкретного эмитента или сектор, или на отсутствие у них стратегии в отношении устойчивости к изменению климата. Фактически, рамочная программа не исключает секторов при анализе эмитентов определенной инвестиционной совокупности. Например, философия скорее состоит в том, чтобы стимулировать появление чемпионов по климату, выделяя бизнес-модель лучших исполнителей и приветствуя положительные траектории, выбранные эмитентами, которые в настоящее время отстают от чемпионов по климату. Итак, это совершенно изменяет наш подход к климату. Расскажите, пожалуйста, как именно вы относитесь? Как вы уже сказали, основные инвесторы — это развивающие страны, не только страны в Азии, но также в Африке, Латинской Америке, а также в Центральной и Восточной Европе. Мы, конечно, все знаем о том, что, зная о климатических изменениях, воздействие климатических изменений достаточно ключевое, поэтому очень важно для нас переходить от осознания к определенным действиям. И очень любопытно, что Парижское соглашение было подписано за пару месяцев до того, как АИБ был открыт в январе 2016 года. И когда мы вели переговоры по этому соглашению, тот факт, что нам совершенно необходимо работать с климатическими изменениями, Параман и Банк сфокусировался на развитии инфраструктуры секторов финансовой продукции, чрезвычайно важная часть этого — это рассмотреть финансирование инфраструктуры в XXI веке с новым подходом. И совершенно не имеет смысла рассматривать инфраструктуру прошлого. Нет, это не путь в будущее. Когда мы создавали смягчение воздействия климатических изменений, стало основным ключевым аспектом нашей работы. мы хотели бы добавить, что что инвестиция — это, собственно, определенная деятельность, то есть это, собственно, и есть действие. Действие. Действие на месте. Вот что важно. Для нас чрезвычайно важно. Господин Перри, мы уже много лет дружим. Я знаю о Мунде. Я знаю, насколько вы привержены будущей планете, также действиям. Мы достаточно новые. И, конечно же, мы подозревали, вы на самом деле подвержены борьбе с климатическими изменениями. Будучи новым банком, с новым регулированием 21 века, мы создаем возможности для наших инвесторов и работы с Амунзи. Мне кажется, можем продемонстрировать, насколько мы привержены нашему интересу работать с развивающими рынками, развивающими странами и также с развивающимися компаниями, работать совместно с правительствами, государствами. Мы считаем, что это чрезвычайно важно, сотрудничество. Мы готовы посмотреть на любые инвестиционные проекты, которые настроены на борьбу с климатическими изменениями и снижение углеродного следа. Отвечать нашим требованиям. Для нас это, возможно, сложно финансировать какие-либо проекты, поэтому, работая с Амунзи, мне кажется, мы можем продемонстрировать, насколько хорошо мы привержены этой идеей адаптации к климатическим изменениям и переходному периоду. Я хотел бы также отметить еще один приоритет, потому что во многих развивающих странах во многом они зависят от угля и ископаемого топлива. Для некоторых развивающих стран уголь — это самый дешевый ресурс, энергия, источник энергии. Для того, чтобы нам перейти от высокоуглеродного к среднеуглеродного, как нулевому показали углерода, мы уверены, что, работая с Амунзи, мы сможем продемонстрировать, что эта рамочная программа работать, будет работать, и можем привлечь большее число инвесторов присоединиться к нам для того, чтобы решать вопросы о борьбе с климатическими изменениями. И мне кажется, те, кто слушает нас сегодня, работая, мы приглашаем вас, чтобы вы присоединились к нашему проекту, посмотрели на эту достаточно широкую среду. Это адаптация и переход. Президент, я к вам вернусь о тех портфолиях, которые имеются. Но в первую очередь адаптация к изменению климата, смягчение последствий изменения климата. Как, в первую очередь, я хотела бы остановиться на том, как происходит выбор списка А и списка Б. Простите. Господин Перье, продолжайте. Нет-нет-нет, вы... Я хотел бы спросить вас, уточнить об аспекции А и Б списков, когда вы говорите о выборе лидеров в этих программах. Вы говорите, что это часть программы. Вы не могли бы немножко более подробно рассказать, господин Перье? Расскажите, вот почему, немножко как уровень, вот этот различный уровень. Все больше и больше инвесторов понимают важность вкладывать в возобновляемую энергию, а также снижение использования ископаемого топлива. Я бы сказала, что впервые в этой программе мы помогаем инвесторам в гораздо широком смысле сфокусироваться больше на попытки стать лидерами... 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 Мы надеемся, что все больше и больше инвесторов присоединиться к нам, стать лидерами в борьбе с климатическими изменениями. Даже те компании, которые, возможно, только движутся, находятся в переходном периоде. Для того, чтобы перейти в список А, мы готовы поддерживать такие компании. Нам нужно... Нам необходимо работать вместе, чтобы привлекать все больше и больше инвесторов. для того, чтобы стимулировать их к переходу в список А. Мы понимаем, что это непростая задача. Но если мы будем работать вместе, мы можем достичь намеченной цели. Хорошо. Я так понимаю, что совместная работа очень важна. То есть нам нужно помогать продвигаться по спискам, то есть по категориям, классам и становиться лидерами в борьбе с климатическими изменениями. Совершенно очевидно, что мы вошли в новый цикл, когда цели компании заключаются не только в создании ценностей для акционеров, но и в защите интересов общества в целом. В этом отношении компании и инвесторы несут ответственность за поддержку построения устойчивого общества. Как основной акционер многих компаний и обладающий опытом в области ESG, Amundi имеет возможность отправлять рекомендации компаниям, в которые мы инвестируем. И таким образом важно иметь сильную и приданную политику. Вот почему наша политика основана на двух приоритетах. Первый приоритет — это изменение климата. Мы просим все компании, в которые мы инвестируем, публиковать информацию о выбросах парниковых газов. И мы постоянно отслеживаем эту информацию. Второй приоритет — это усиление неравенства, которое ведет к социальным расколам. Мы постоянно рекомендуем компаниям публиковать коэффициенты равенства и справедливости. Помимо приверженной политики взаимодействия, Amundi придерживается целиноправедной стратегии взаимодействия. Мы рассматриваем продажу активов как крайнюю меру. Осуществляя продажу активов, управляющей активами, лишается всякой возможности оказать влияние на корпоративную практику ESG. Напротив, постоянные инвестиции в компании и поощрение их к существованию своей практики ESG позволяют продвигать передовые методы устойчивого развития в соответствии с Парижским соглашением. И поэтому рамочная основа помогает инвесторам занять позиции в компаниях, которые сегодня предпринимают серьезные шаги по корректировке своих бизнес-моделей с учетом изменения климата. Это помогает инвесторам начать эффективный, долгосрочный диалог и взаимодействие, чтобы бросить вызов и помочь эмитентам улучшить конкретные аспекты изменения климата. Важно подчеркнуть, что изменение климата затронет все уголки мировой экономики. Чтобы соответствовать Парижскому соглашению, все секторы и эмитенты должны в определенной степени перейти на низкоуглеродный переход. Имея это в виду, рамочная основа может применяться ко всем секторам экономики. И, конечно же, необходимо мобилизовать компании любого типа. Наконец, еще одним поддерживающим фактором рамочной основы является то, что она обеспечивает общий язык для инвесторов и корпораций по теме изменения климата. Действительно, решение о том, какая информация ESG является существенной для инвесторов и компаний сегодня, все еще является проблемой, особенно на развивающихся рынках. Структура способствует раскрытию информации и диалогу в соответствии с существующими отраслевыми стандартами. Итак, президент Джин, вы тоже так к этому относитесь? Скажите нам, что вы думаете как раз о транспарентности предоставления информации? и с нашей точки зрения это первый раз существует такой целостный подход, который мы можем использовать как раз в нашей системе. но может быть есть недопонимание развивающиеся страны концеррируются очень сильно на улучшении качества жизни, и поэтому другие вопросы не получают заслуженного внимания. институты и, конечно, различные институты, они делают все возможное, чтобы нести вклад по вопросам изменения климата. но для развивающих стран будет сложно добиться целей самостоятельно, и поэтому мы все напряженно работаем, чтобы показать нашу приверженность помочь развивающимся странам. неважно для какого банка развития, одни они сами по себе будут сталкиваться с трудностями, и в последние несколько лет мы занимали триллионы долларов США развивающихся банков, и во время пандемии эта необходимость только увеличилась. И то, что мы достигаем, мы достигли 50% прямого инвестирования. это очень удивительная цель, та же самая цель существует у AIRB, спасибо, что вы упомянули об этом, да, это амбициозная цель, мы знаем, что существуют риски, и трудно достичь эту цель, но как вы знаете, самое главное, но необходим толчок, чтобы двигаться вперед, иначе мы никогда не достигнем цели, и азианский рынок капитала отличается от рынка в Европе или в Северной Америке, и для инвесторов этих рынков использовать капитал и применять эти цели, мы знаем, что для них это сложно будет сделать, потому что перед ними будет очень много трудностей и вызовов, поэтому необходим целостный подход для того, чтобы интегрировать различные стороны вопроса, и это важно, и мы работаем вместе с саммунди, чтобы открыть портфолио облигаций, мы работали над этим в прошлом году, работая вместе, мы можем научиться урокам, новым урокам и применить новые стратегии. Быть экологически чистым не означает только защита окружающей среды. Конечно, мы изменения климата, мы видели всякие разные экстремальные природные условия, ураганы и так далее. Мы считаем, что работая вместе, мы можем мобилизировать больше поддержки развивающим странам, помочь им решать вопросы по борьбе с климатическими изменениями. Мы всячески поддерживаем организации во время эпидемии, с которой мы столкнулись. И я считаю, что в первую очередь нам нужно уделять большое внимание смягчению климатических, воздействия климатических изменений. Мы увидели результаты эпидемии ковида, насколько это важно финансировать для того, чтобы улучшить продуктивность населения в развивающихся странах, для того, чтобы снизить число кризисов, природных катастроф, будь это вирус или что-либо в этом роде, тайфуны, засухи и так далее. Все это чрезвычайно важно. Мы берем это все как целостный интегрированный подход. И я хочу, что мы должны фокусировать на инфраструктуры, на инвестициях. Мы должны в первую очередь посмотреть на физическую инфраструктуру. Это не означает, что это не значит, что мы это будем делать методами, которые использовались в прошлом. Нам нужны новые подходы, что важно это мобилизировать частные сектора и государственные сектора работать вместе. Большое спасибо. и климатическое инвестирование фактически говорит о том, что если мы не снизим выбросы и не сделаем это быстро, то возможно мы увидим катастрофические последствия этого. Поэтому, конечно, нам нужно работать и нам нужно засучить рукава. Хорошо, у нас есть несколько вопросов. Господин Перье, у нас несколько вопросов. Как это все связано с таксономией Европы? Вы не могли бы немножечко более подробно об этом рассказать? О том, как отчетность TCFD, европейское регулирование, какая связь между одним и другим? Во-первых, вопрос таксономии это ключевой вопрос. Потому что мы говорим о нуждах, траектории вектора развития, а также нам нужно соответствовать принципам, выработанным Парижским соглашением в этом контексте и в этой дискуссии. уровня участия Еврокомиссии в регулировании таксономии и что собственно зеленое. понятно, что мы пока ведем диалоги об этом. Ядерная энергия считается ли ядерная энергия зеленой в других странах, например. в этой рамочной программе мы определяем четко принципы, на которых мы базируем наши критерии, включая амбиции, что все согласятся с этими принципами, но что важно в конце концов, это первое, что все эти принципы движутся в верном направлении, второе, все понимают пути рейтинга, которые мы установили. Я хотела бы также подчеркнуть один момент по климатическим изменениям, необходимость объединения социального развития и а также цели перехода энергии. Во многих странах существует необходимость увеличить поставку энергии и повысить уровень развития. Вопрос тогда возникает определение хорошей энергии, которая в соответствии с нашими новыми концепциями. Например, энергия, которая в основном исходит от угля, вот как нам нужно от этого отойти, как нам нужно сократить эти эмиссии, эти выбросы вдвое, согласно целям, которые мы поставили к 2030 году. Ядерная, газовая и так далее, вот эта энергия, очень важно думать между социальным развитием и переходом энергии. Вы, Амунзи, достаточно ясно заявили, не могли бы вы рассказать с нашей аудиторией? По поводу угля, мы определили стратегию в критическом уровне к июне 2019 года, согласно Парижскому соглашению, мы рассмотрели на компании в нашем портфеле акций, если они производили свыше 20% базируясь на использовании угля, в этом случае, глядя на другие рамочные инвестиционные программы, в какой степени ваша рамочная программа отличается от тех предыдущих? Немножечко расскажите нам об этом. в первую очередь я сказал, что это, скорее всего, первое. Мы полностью настроены, но мы также хотели бы рамочная основа помогает инвесторам. мы считаем, что эта программа достаточно гибкая, она может подходить различным секторам, независимо от их географического расположения и привлекать большее число эмитентов и различные инструменты. это практическое инструмент для инвесторов, для мы говорим о гибкости и постоянства, когда мы говорим о то есть амбиции, то есть подключить со-инвесторов. Вы немножечко могли бы рассказать, когда мы говорим со-инвесторы. Как вам кажется, кого мы сможем привлечь, поддерживая эту рамочную программу? Как я уже сказал, я хотел бы прокомментировать в первую очередь аспект, когда мы говорим об угле, а также функцию инвесторов ОМОНДе, когда мы говорим о климатических изменениях. Это впервые мы наблюдаем вот такую рамочную программу, новый подход для того, чтобы построить устойчивость, жизнестойкость, адаптации к климатическим изменениям. это достаточно целостный подход для инвесторов, для того, чтобы интегрировать все три цели Парижского соглашения внутри портфолио, например, как вы уже знаете, капитал, 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 рынок капитала, а также фондовые акции, когда мы говорим об интексе. И, конечно, облигация, экооблигация, это было основное решение на рынке, и это было возможно, чтобы интегрировать все решения, и это является вехой этого времени. И мы надеемся, что это все будет работать так, как нужно, и поможет компаниям передвинуться в список А. Наш банк фокусируется на развитии в Азии, но мы хотим расширить это видение, идти дальше, чем Азия. Не важно, насколько экономии в Азии могут развиться и двигаться, они могут работать вместе, и мы можем интригировать все. существуют пробелы между нуждой и предложением, спросом и предложением. И почему это важно, чтобы мы фокусировались на этом. Мы не можем работать поодиночке, забывая, что сотрудничество очень важно. Я сказал бы, так как у нас есть четкое видение и у нас четкий мандат, мы можем работать на месте и другие стороны скорее всего присоединяться к этой программе. Потому что мы все заботимся о климате. И зачем им нужно тратить больше времени на это, больше денег. человек. И когда развивающиеся страны показывают свой энтузиазм, тогда другие это подхватят. И в глобальном смысле слова развивающиеся страны будут действовать в качестве основных заинтересованных сторон. и меня спрашивают, есть ли у вас стратегия в области энергии? А какова ваша позиция? Мы работаем сейчас на стратегии корпорации. когда мы создали стратегию энергии энергетического сектора раньше, мы подходили с реалистичной точки зрения, смотрели на то, что возможно в развивающих странах. Мы не можем просто избавиться от всех электростанций, которые не подходят по стандарту. и в настоящее время очень много электростанций, которые работают на угле. Поэтому необходимо пересмотреть финансирование. Последние четыре с поляных года мы перестали финансировать проекты, основанные на ископаемом топливе. И я хотела бы четко сказать в этой трагедии отказ финансирования ископаемого топлива. и нам нужна чистая энергия. Итак, как мы будем справляться с этой проблемой? Вопрос в развивающихся странах. Я отказываюсь финансировать электростанции работающие на угле. И не буду финансировать проекты, которые каким-либо образом функционально связаны с углем. мы не будем финансировать никакие проекты, связанные с углем или проекты, которые финансируют что-то связанное с углем. мы мы то есть мы никаким образом не связаны ни с какими проектами, которые каким-либо образом связаны с углем. да, вот мы говорили о таксноме и финансах в прошлом, финансировании в прошлом. И мы говорили о том, что если финансирование электростанций, работающих на угле, продолжается, то продолжается проблема. хотел спросить о инвестициях в природный газ и инвестициях, которые включают инвесторов в природный газ. То как это все связано? В настоящее время очень сложно убедить все страны, в том числе развивающиеся страны. Мы сейчас работаем над первым приоритетом Парижского соглашения. Это переходный период. Конечно, есть вызов улучшить условия жизни в развивающихся странах. Как мы можем справиться с этой проблемой? Нужно ли нам запретить газ вообще? Или дать людям надежду? Надежду, что они могут перейти к электрической энергии? Цель нашего банка фокусируется на финансировании чистой энергии, на новых технологиях и помочь человечеству попрощаться с ископаемым топливом. но сейчас у нас переходный период, когда мы фокусируемся на том, чтобы распределить необходимые ресурсы в этих всех странах и на том, чтобы помочь им перейти на новую стадию и сократить уровень выбросов. мы сейчас не включаем в портфель инвестиций газы, не включаем индустрии по газовой индустрии, но вы являлись лидером в этой области за последние несколько лет. Вот, какой ответ вы получаем от корпорации и дискуссию стратегии по стратегии перехода. Возможно, это вопрос, насколько быстро мы сможем иметь такие продуктивные разговоры, когда мы говорим о компаниях и их инвестициях. Вот, что вы можете сказать по поводу того, насколько быстро этот сектор отвечает на нужды. Я уже сказала в своем приветственной речи мы определяем Амундзей ответственным инвестором. Вначале достаточно мало было интереса, но за последние пять лет мы наблюдаем совершенно реальное убыстрение или усиление инвесторов в этом направлении. Я уже упомянула ключевые моменты. Совершенно очевидно, что компании инвесторы должны составлять портфель активов достаточно привлекательны. И компании должны отвечать интересам, скажем, американского рынка. Возможно, это субъективный подход, но совершенно очевидно, что все взаимосвязаны друг с другом. И я также хотела бы сказать, у нас есть господин Койне. Тотал это достаточно крупное предприятие. Проблема, с которой мы столкнулись, это приверженность большинства инвесторов и имитентов. Но вопрос, с которым мы столкнулись, это очень хорошее регулирование каковы, какова должна быть деятельность государства и каково должно быть их регулирование. Чего мы должны достичь в результате этого взаимодействия и что собственно может получить инвесторы в переходном периоде. нам нужно определить ключевые аспекты. Например, скажем, в каком направлении движется ядерная энергия, хорошо, это возможно, какие-то политические моменты присутствуют. Что нам необходимо, это постоянно определять принципы. Это важно, и я полностью согласен с тем, что сказал господин президент Джейн о переходном периоде. Международное агентство по энергии провели опрос, когда они сравнили требования и нужды в 2004 и требования сейчас, и сравнили процентным отношением, когда речь идет о газе как источнике энергии. Там не учтен был уголь, но хорошо, у нас есть цели развития, встает вопрос о переходе как к речевому моменте. Мнение общества, взгляд общества, понимать, что является хорошей энергией, что является плохой энергией, и снизить выбросы углеродов, и использовать возобновляемую энергию, и создать получение электричества из более чистых источников энергии, да, наверное, в переходе, глобальном переходе, у нас колоссальные трудности, нам нужно быть очень аккуратным о том, как привлечь инвесторов по всему миру, но нам также необходимо, учитывая рамочную программу, привлекать инвесторов, а также изучает эксономия, и совершенно очевидно, маркировку, как низкоуглеродная продукция, осылаться на исследования, проведенные Еврокомиссии по этому вопросу. Конечно, нужно посмотреть, в каком направлении движется Еврокомиссия, я понимаю, но основная проблема, потому что пока что это научно недоказанный подход, основная проблема на следующие 30 лет, это вопрос о глобальном потеплении в атмосфере, и в этом случае нам необходимо рассмотреть как раз вот такие вопросы с научной точки зрения, нам необходимо объяснить, как население в Индии получают электроэнергию, продолжают ли они использовать уголь как источник энергии? Хорошо, возможно, мы можем долго об этом говорить, о том, как снизить углеродный уровень, да, но что касается переходного периода, это, наверное, на самом деле не все так сложно. Хорошо, в отношении рамочного программы мы говорим о европейской таксономии. Когда мы говорим о переходном периоде, мы совершенно очевидно сталкиваемся с трудностями, нам, конечно, нужно более подробно и более детально взглянуть на этот вопрос. И когда, как, например, корпоративные корпорации сделали заявление, как в прошлом году в Соединенных Штатах Америки, например, будет ли это компромисс какой-то? Мне кажется, что мы согласимся, что, наверное, это не совсем нормально. согласиться инвесторам получать, скажем, меньше доход для того, чтобы пройти через переходный период. Мне кажется, идея существует... существует некий конфликт между тем, что требует общество и что... мне кажется, эта идея не совсем верна, точнее, полностью не верна. В 2010 году многие мои менеджеры по инвестициям заявляли о том, что... когда... главы менеджмента говорили, что это... это хорошо для инвесторов, то есть нам нужно оценить ценность для инвестиций. Нам важно смотреть вперед на долгосрочные планы, не на краткосрочные. Когда мы рассматриваем финансовые кризисы... И в основном это все двигателем... двигателем для инвесторов были краткосрочные планы, краткосрочные доходы. но это не представляет интереса для преимущества, точнее, интереса для общества в плане, когда мы говорим в сфере борьбы с климатическими изменениями, поэтому нужно это рассматривать как долгосрочные планы, а не краткосрочные. Поэтому компании, которые работают с углем, будут продолжать пользоваться этим источником энергии с финансовой точки зрения. когда мы говорим экономической позиции и финансовом представлении, нам нужно всегда принимать во внимание интересы общества, когда мы говорим о борьбе с климатическими изменениями и, соответственно, интересы инвесторов. И, возможно, поначалу инвестиции в такие компании не представляют интереса, но мы должны рассматривать интересы будущего. мне кажется, я задам вам вопрос достаточно сложный. Как получить доступ к этому капиталу? Капитал, существует методология? 70% того, что мы инвестируем, как раз находятся в развивающихся рынках. Может быть, вы прокомментируете это? Наше определение развивающихся рынков больше не подходит это определение в контексте, который мы обсуждаем. И с моей точки зрения посмотрит Китай, например. Я не считаю, что Китай развивающийся рынок. системе доминируют те страны, которые уже развиты. Это факт. И так нужно посмотреть, что было последние 20 лет и куда мы идем, где мы будем последующие 20 лет. Это конечно ситуация в Азии, в Африке. Поэтому необходимо перейти и мы переходим на новую экономическую систему. То есть экономическая энергетическая сила как раз в странах. И в Сингапуре этот вопрос тоже обсуждался, были дискуссии. Индия, США и Китай это лидирующие страны. изменяется. конечно ситуация во всем мире постоянно изменяется. И если посмотрите будущее и принимая во внимание уроки прошлого, то мы можем тогда прогрессировать. и вот эти вот программы очень важны и они обеспечат дополнительное финансирование, что тоже важно. и так хотел бы сказать по поводу комментариев вместо перья. и так возможность того, что температура может еще вырасти это движущая сила этого переходного периода. Чем длиннее переходный период, тем трагичнее будут последствия изменения климата. необходимо мобилизировать больше ресурсов для финансирования, для изменения климата. Что говорится в Парижском соглашении? По-моему, сохранение энергии и зеленое перераспределение энергии. Итак, это наша главная задача, и мы должны использовать финансирование для этого с полезной точки зрения. И будет иметь это все долгосрочное влияние на климатическое изменение. Итак, что важно? Опять целостный подход, как необходимо понять, какое именно финансирование нам нужно для смягчения последствий. Необходимо продвигать этот переходный период. но на этом не все соглашаются. Многие концентрируются на том, как быстро сделать деньги, как быстро получить доход. Общие ресурсы очень ограниченные. на то же самое время. И банк, наш банк может быть руководством, и на опыте нашего банка можно понять, что нужно сделать для изменения климата. и мы надеемся, что мы достигнем этого. Что важно это руководство, которое будет вести нас, как маяк вести нас вперед. Но я оптимистично подхожу к этому. Я считаю, что мы делаем проводим очень важную работу. И когда мы взаимодействуем с другими компаниями, то будет прогресс. Например, мы, азиаты, работаем с европейцами. И опять же, можно использовать опыт нашего банка. И опять подчеркну, что я оптимистично отношусь к проспектам в будущем. Спасибо большое. Итак, пару минут у нас осталось. Местная валюта. Итак, в Турции, Индии, других странах трудно ли это будет привлечь инвесторов с различной валютой. Я надеюсь, что у вас есть ответ. Есть две возможности. То есть, можно выпускать аппликации на местной валюте или какой-то другой валюте. да, это очень важно, что тогда у нас нет смешанных перемен, когда выходит облигация на рынок. Итак, сейчас рамочная программа приступает к действию, и вам необходимо понимать, какие критерии для того, чтобы быть участником этой программы. Потому что есть требования как банка азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Вам необходимо посмотреть, какие требования. И сейчас я хотела задать последний вопрос о вашем взгляде в будущее. На что вы надеетесь? Итак, на что вы надеетесь по поводу этой программы? Я тоже оптимистично смотрю на эту программу. Это очень важный ресурс. И эта программа очень важна для прогресса в области изменения климата. И корпоративные инвесторы хотят знать, что им необходимо сделать, и это возможно сделать. многие инвесторы к нам приходят и спрашивают. Мы следуем программы AAB. Мы считаем, что это достаточно твердая платформа, которая поможет нам вывести на рынок эту программу. Десять лет тому назад Азия считалась чем-то более специфическим. А сейчас посмотрите на развитие этого региона. мне кажется, платформа позволит многим подключиться к этой деятельности гораздо более унифицированным образом. Мы уверены, что работая вместе с Амунди для того, чтобы продемонстрировать лидерство в этой области, мы считаем, что достаточно причин, чтобы предоставить инвесторам платформу, позволяющую иметь создавать портфолио облигаций, которые позволяют отвечать рамочной программе и менять динамическое положение на рынке, в то время, как ландшафт меняется по всему миру, мне кажется, нам удастся убедить большое число инвесторов присоединиться к нам. Я убежден, что работая с различными организациями, инвесторами, можем совместно достичь целей и мобилизовать организации инвесторов присоединиться к нам. Я, конечно, понимаю, что цели у нас, конечно, очень амбициозны, но применяя эту рамочную программу, мне кажется, мы можем достичь наших целей. Мы в этом убеждены. Большое в нашем будущем вселяет надежду, глядя на то, чего вам удалось достичь за последние всего несколько лет. Те трудности, которых мы упомянули, упомянули наши гости сегодня в студии. Да, конечно, для того, чтобы передвинуть нашу глобальную экономику на низкий уровень углерода и выбраться в то же самое время, представить внимание рынка проблемы социального развития, а также потока капитала в необходимом направлении для смягчения климатических изменений. 19 триллионов долларов, евро, которые нам необходимо инвестировать в переходный период, но главное, что я должна сказать, нам нужно инвестировать. Все, что нам нужно сделать, когда мы говорим об индустриальном развитии и энергоразвитии, это иметь вот такие вот инвестируемые предложения. И мы уже слышали предложения, мы уже слышали примеры таких портфеляций, но нам нужно двигаться быстрее, мы недостаточно быстро двигаемся в этом направлении. Мы не знаем, что нам принесет следующий год. Нам необходимо избегать климатических катастроф, катастрофы. Мы доказали, что инвесторы будут инвестировать, если им предоставится такая возможность инвестировать. и эта программа как раз именно об этом. Сделать так, чтобы это работало. Создавать вот такие финансовые возможности. Эта рамочная программа представляет более широкий подход. Но если мы дадим возможность инвесторам инвестировать в программы по борьбе с климатическими изменениями, они обязательно подключатся. вот посмотрите на Green Bund из Германии, который был выпущен в прошлом году. Мы услышим несколько спикеров, которые будут говорить. Мы знаем, что этот переход происходит. конечно, лидерами стали в этом движении азиатские банки, в частности в Китае. И мы услышим речь лорда Ада Церна о том, как Еврокомиссия или Комиссия по преобразованию энергии двигается в этом направлении. Китай с новой политикой инфраструктуры, которая прекрасная переход на электромашины, в Индии, потрясающее расширение использования солнечной энергии. И то продвижение, которое мы наблюдали в последние несколько лет, конечно, вдохновляет. мы выслушали вчера короткую презентацию от губернатора Лагоса о том, какие изменения происходят там. Тот факт, что у нас есть эта рамочная программа говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы смотрим на корпоративные стратегии и как мы можем привлечь их облигации, можем помочь инвесторам в финансовом потоке. Теперь я хотела бы поздравить всю нашу программу теперь официально была выведена на рынок. Большое вам спасибо. Большое спасибо банку АИП, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Большое спасибо генеральному директору Амундии. Спасибо господин Ивперье и вашу прекрасную команду, которая продемонстрировала нам, как запомните уже банк уже положил деньги на стол. Присоединяйтесь к нам в этом прекрасном проекте, который ставит перед собой цель борьбы с климатическими изменениями. Мы в итоге победим. и будущее за нами. Следующая сессия нашей конференции начнется через 15 минут, поэтому выпейте чашку кофе быстро и возвращайтесь к нам. Большое спасибо Ивперье, большое спасибо президенту. че